всем привет дорогие друзья с вами канал игрополка мы продолжаем с вами знакомиться с новым четвертым сетом коллекционной карточной игры берсерк ложные боги да и как бы без лишних слов продолжаем так элементарь воды мы кладем это второе видео поэтому очень много карт мы уже видели и некоторые из них будем перекладывать грибница мне нравится если у вас есть как минимум хотя бы еще одна грибница она ходить не может она не может ходить и да если посадить на нее и смотрите если должна излечиться на x а у нее есть регенерация поэтому как минимум она каждый ход лечится на x если не имеет ран получает фишку например очень я понял кого ты хочешь посадить да чем отличается нет ой излечивается а там излечиться ладно нет я думал не все наши тролли которые лапку дают одну который он бежал понял в этот вихрь разумный вихрь вот смотрите если должны отличиться на x когда нет ран получает фишку то есть как минимум одну фишку вход если ее по соперник не будет трогать она получит а если ее трогать у нее есть опыт защите и в начале вашего ухода вы можете потерять три дополнительные жизни еще одну комиссию фишек говорю когда должна излечиться получать допки можете починить потерять три дубки и при этом вызвать грибницу вот если у вас есть хотя бы еще одна грибница я бы ее вставил на поле он все так куча грибов он не стрелок один ты двигаться не можешь он конечно расстреляет выгребить если у него стрелок один он никогда их не расстреляет потому что они регионятся у него стрелок на 2 стреляет если стрелок на 2 стреляет дала на к было все эти грибы грибы перетопчет конечно на речные девы как бы тоже получать пополнение к навка речная дева водянец ночная дева речная 10 2 3 4 направленный удар пока находится во втором или третьем ряду а куда направленный удар в своих в плане их поймешь минус 1 это так пока находится в третьем ряду когда существо противника перемещается в ваш ход у и альянса может переместиться на клетку которую она занимала дарил гарпи или статуи в третий ряд переместил бы ближе оттуда прыгнула и бьется нырнула да вынырнула там в ряду или этой статуи можно переместить существо в третьем ряду вынырнул и с направкой бьешь на 2-3-4 птичка птичка мираж мираж бремор смотрящий в ночь так за пять стрелок с опытом стрельбе из защиты от выстрелов в концентрации ранее существо противника с проклятием на 1 и выстрел на 1 2 2 дальность 4 при выстреле атаку на получать проклятие ну хорошо да для раздачи проклятий мы играли и другими стрелками например скелет лучник за 5 до с выстрелом на 1 2 2 с возможностью отравить его люди брали в игру он карнирует и на у него жизни меньше лучника дит жизни больше смысла нет уже девочек мне кажется нам не казалось 7 но сейчас не узнаем когда орган громила был форсфор форсфор юрдлинг при простом ударе если позади форсфора стоит ваше существо с ударом через ряд за действие за поворота он может совершить такой удар не закрываясь я такой у нас есть товарищ это вот мы его видели вот он ульф срак ульф сарк я так я так и знал что я ошибусь я когда вы первое видео снимали я себя еле-еле держал здесь я все-таки что втором видео и ошибся и так вот если им бьешь простым ударом он совершает удар через ряд на два не закрывается а потом сам совершает удар на 2 да вот эта комбинация так 5 10 234 и вальхалла ваш что получать в первом сети есть такой который делает то же самое вот как он только дает при этом опыт в атаке и потом ударил и еще это бессмысленно потому что он закрыл первый опыт в атаке пойму поможет пробить эрмонд мне понравился эрмонд за четыре золотых героев воин восемь жизней с броней 223 плюс 2 пока имеет вот если его словить он бьется мощно то есть у него будет по сути всегда плюс один и удар хороший 445 и при наборе отряда если в вашем отряде есть герой маг герой жрец герой разбойник и другой герой воин он берется бесплатно нет у нас было когда-то еще во втором сети колода ну констровая колода на героях вот можно вернуться к этому делу да и собрать к вел колоду на герой но это сколько тебе надо подожди сейчас раз два три четыре героя надо да можно есть такие которые по два сразу а есть такие которые по 2 был 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 что-то так много вот этих вот не было мне кажется нгуров прямо у нас перебор поработитель ордена это инквизитор который тоже взаимодействует с элементалями элементаре кстати здесь у нас сколько элементарей если мы в воздухе земли воды и боги на все четыре элемента ручьмы нет элементаре и пока что вот не выдали не выдали до набора отряда вы можете показать поработителя органа в ордена и ведь не переснимешь да вы можете показать поработителя ордена возьмите его в отряд найдите в колоде элементаре покажите его возьмите в раздачу такая стабилизирующая карта если у вас колода на элементарях да даже если на драфте вы взяли элементаре и он вам попался то у вас как бы повышается шанс все-таки элементаре ввести в игру потому что вы возьмете его в раздачу при простом ударе разряд на 1 дальность 3 и а если элементарь то разряд на 2 при простом ударе то есть на 2 ударил на 2 разрядился украситель тьмы ингири нет она понравилась я играл ой у нее мне кажется самая ужасная концентрация планет для тебя если она и если соперника то есть да очень мощная концентрация закрыты существа противника стоимостью отказывать только как бы понимаешь не то который очень 하고 cuando последний корпус лет оставил защитника всех закрыл и оставил защитника а он открывается третий ряд у него срабатывают концентрация закрыл твоего защитника есть есть твой план как бы пошел там сбил он защитника поэтому надо или сбивать концентрацию кстати я сейчас заметил много против кого играл если ты ходишь вторым у тебя закрытой карты соперника первое что он всеми силами пытается их открыть потому что начали очень сильно боятся концентрации кто-то благословение раздать кто-то вылечить да кто-то существует закроет плюс два к разряду пока в отряде противника нет открытых существ и разряд на 2 но нет на всегда и разряд на 344 можно очень редко нет я понимаю что это нет ни одно существо существа 23 вот так вот одно одно ты закроешь но ты можешь других закрыть например объявляя атаки вынуждая его защитников выставлять и позакрывать например таким образом существ она не было она бы готов до ужас исхара вот в третью ультра редкая карта ужас исхара вспомним что это защита заклинаний направленный удар легенда 16 жизней за 8 ну нормально скажем так когда же побольше но нормально 1 4 5 6 8 это конечно очень дорого тем более за золото вот ему можно горой выдать например он будет бить и отбиваться потом может быть он набран в отряд за серебро за 8 серебра это было бы неплохо при этом не имеет особенности пока не погибнут два наземных существа то есть например ты его взял за серебро но у него нет текста пока не погибнут два существа взял двух крыс а у него в первом ряду нету никого не погибли все при простом ударе атакованный получает отравление на один затем ранить каждый стоящий рядом существом с отравлением на один очень сложно очень сложно пока не не пыль пока мне кажется он просто дорогим но имеется ввиду существо 16 4 5 6 который будет отдавать отравление при ударе вот вот так я его вижу пока так пока тогда отвратительная карта в хорошем смысле против меня его выставляли я еще скажем так до игры у меня было такое мнение чем его убивать да все атаки сводятся к одному неважно магический не магический атаку воздействие да поэтому убить его сложно а он концентрации раздает проклятие отравление отравление да только у меня вопрос он паук раздающий отравление не имеет имени все так отравление а кстати отравить мой да и все вот когда у соперника такой я бы его брал чтобы соперник виде паука ломал бы голову отчет с ним делать да вот вот кстати вот когда видишь паука мне всегда приходит не приходила по крайней мысль лучше я убью хозяина то есть вот эти шесть ран лучше я нанесу хозяину и убью хозяина вместе с помощью направку дает это то есть вот эту хлопузу направку хорошая отличная карта да потому что она прямо заставляет подумать поломать губок это мой второй фаворит потому что существу за 5 10 2 2 2 на регенах количество стоящих рядом как противник реген может быть 4 и когда он получает излечение сверх меры он травит существо на один за один раз за ход то есть ты хочешь первым выстрел он уже отравил да я каждый ход раздавал отравление каждый ход им про потому что никто убить не хочет потому что у него реген 4 всегда был и у просто каждый ход раздает отравление страшно это мне не помогло конечно занять какие-то высокие места но не голем был патруля не было к среднем я подобрался так небесный патруль страш леса 5 10 2 3 3 когда получать дополнительной жизни получает полет когда такого дальней атакой если летающий он бросает кубик если выпало 5 или 6 атака блокируется и он садится то есть его можно сбить но надо ему дубку выдачь чтобы он взлетел шаг архааля шаг архааля 9 1 2 3 за 4 опыт защиты хороший в первое в первый ряд можешь поставить когда второй раз заход передвигается в одном и том же направлении стоящий рядом с получает отравление 1 2 1 ходишь первым поставил в третий ряд например 1 2 отравили то следующий ход влево сходим на 2 отравили при гибели пророчества один может ранить на 2 существо стоимостью x алюминиев дикс стоимость показанной карты цити кроме готов мы собрали полностью идеальный бустер вот первые три карты выбор артефакт 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 что выберешь три артефакта пушку возьму конечно что еще дальше от тени местность за 4 до этого мы видели местность 2 местность 2 а тут вдруг 4 прерывки вашего существа если она переместилась на клетку первого ряда она получает 2 брони ну например велит со второго ряда высел вперед переместился 2 брони до конца хода противника иначе следующая атака вашего существа сводится к сильный плане ты мог переместился вот ударил переместился сюда или сюда получил 2 брони если переместился например сюда потом сильный ударил и здесь ваше степное существо рядовое получает рывок до конца хода раздает рывки кстати если вам не хватает мне вот этой карты очень бы пригодилась при релизе так сирена 48122 при движении с клетки напротив которой стоит что противника воздействие песен сирены может переместить это существу на одну клетку в том же направлении то есть за собой как бы манит если она не может переместиться раньте его на 122 мастер ядов слушаю у нее нету в своей активной способности да по сути она только перемещается и маня ну и бьет сурки наверное как будто если бы она еще металла было бы шикарно вообще как бы она перемещалась и металла одновременно нет против противника перемещаться не тогда бы было очень сильно если бы она переместилась на 1 2 2 удар ранил а потом метнула на 1 2 2 нет это конечно перебор да дать один туда были я это в плане но в первом ряду стоит переместилось а метать куда во второй ряд уход за ligueesse мы в первый раз ставить такая должна перемещаться с существа противника напротив да да наша должна стоять рядом с жестом точно так мастерия дав в начале хода противника пророчества 1 существо противника стоимостью x получает на одну рано больше от отравления в этот ход vex стоимость показанной карты как бы можно делать отравление на 1 превращать в отравление на 2 до причем как бы ни одному существу а если у него там например все четверки и они все отравлены и ты четверку показал это шикарно но может быть так что ты показал шестерку у него отравлено пятерка ну и все и все у него метание 1 и дальность 4 и отравлять на 1 да это хорошо как у меня летающие за 24 минус 2 по картам на вашей поле я понял зачем как выбора тестировали вот так берешь выбора и к нему вот этих пять штук и среди всего у него же не орда 3 она на драфте то 5 на драфте 5 кстати вот он сбивается с воздуха прям чихом слушай что ты хотел ладоньки акробат был граница была дозор был код был вот этот был бабочка была не было 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 бы вас было однако других существ минер местами концентрация поменять двух ваших стоящих драк рядом за друг другом существ местами когда карты на поле боя меняются местами выстрел на 1 то есть она же меняет она же стреляет там у нас Карта, которая меняет, да? Здесь карта, которая меняется. Тоже стреляет. Вот там этот. Меняется тоже элементарь. А, да. И у нее есть свой выстрел на 1-2-2 дальность. Ну, неплохо. Просто за 5 1-2-2 дорого, но если она хотя бы там разок делает в ход свою способность, неважно как, концентрация или любой другой способ, то это уже получше. Итак, сейчас у нас. Что, еще одна ультраведкая? Файловая. О, файловая ультраведкая карта Зунурак. Направленный удар, защита от магии, это хорошо. За 5-11 жизни, 3-3-4 удар, хорошо для пятерки, да? В начале хода противника, я сказала, да, направленный. В начале хода противника воздействует 3 заказа. Выберите до 3 его существ. Это, кстати, каяр, да? Это, если вы хотите собрать колоду на каярах, может, он вам поможет. Выберите до 3 существ. Когда в ваш следующий ход погибнет первый из них, переместить другого каяра на свободную клетку, когда погибают двое. Получить плюс 2 к простому удару, к следующему. И когда погибают все трое, открыть двух каяров. Вопрос сразу. Очень, мне кажется, сложно. Как можно убить? Двух каяров сам себя откроет? Да, он каяр. И второе. Если он умрет, заказы останутся? Или он закащит? Нет, у него не сработает, с кладбища, наверное, не будет работать, его уже дело. Жалко. В целом, прикольно сделана файлушка, потому что она зафайлена не полностью. Вот стол не файловый, а файловый только вот карты и... Которые хотят надо. И броня. Броня и стилет или что у него в руках. Прикольно сделано. Элементаль. А что у нас получается? Две... Все ультрушки есть. Нет, две ультрушки, обе нейтральные, да? А здесь у нас... Здесь ультрушка и вот здесь. Вот эта ультрушка сомнительная, вот эта ультрушка сомнительная. Да, две с четырех, я бы сказал бы. Элементаль. Страж, карач. Страж, паука. Паука. Глево. Жрица. Да, это было. Было. Патруль. Было. Йети. Йети не было. В начале боя клетка, на которой стоит Йети, получает маркер логова. И Йети получает плюс один к простому удару, пока стоит в одном столбце с вашим логовом. И минус один от немагических атак, пока стоит в одном... То есть он стоит прям в логову, то у него удар 3-4-4, минус один. Иногда очень решает, потому что это защита, по сути, от выстрелов. То есть все стреляют, например, на 0-1-1. Требушек была, требушек была, и вот камни. О, это самые... Бесполезные. Пока недооцененные, давай так ее называть. Вообще, болотам очень везет, на мой взгляд, самые плохие редкие карты. В третьем сете у болот, во втором сете у болот, в первом сете у болот. И в четвертом сете пока я вижу у болот. Итак, Хуртов камень, что он делает? Пока что ты видишь у болот, чертог, Кирилл. Ну, она одна, единственная пока. Когда ваше стоящее рядом существо должно... Нет, по одной карте я имею в виду самая плохая, редкая карта у болот. Ну, а не все редкие в болотах. То есть, например, взять там первый сет, да, у рил, взять второй сет, там, еще в третьем, в тот году. То есть, те карты, которые я ни разу не видел ни на драфте, ни на сельде, ни на констре в игре, это по одной редкой карте в болотах. Итак, пока каждый ваше стоящее рядом существо должно получить ровно одну рану, когда, да, ранить Куртов камень один вместо него. Я не спорю, что это может быть решающим. Это может быть даже основой некой стратегии. Например, если у тебя есть и камень, и ведьма, но нет, тогда они рядом не смогут стоять. Да. И внезапное действие за фишку заклинание, хватка трясина, закрыть выбранное существо с паразитом. Если бы он просто закрывался, что цены бы ему не было. У меня вопрос. Да. Во втором сети помнишь или в первом, не помню, была карта, которая позволяет распределить три или менее вроде бы раны с ваших стоящих рядом существ. Ну, камень, камень. Дальняя атака, когда атакует. Нет, еще была, которая за поворот. Нет, типа внезапное действие. Да. Так, в первом сети. Я смогу типа на три разных существа по одной рамке скинуть, и все в камень уйдут. Нет, нет, там ты один раз, по-моему, у этой карты. Хорошо. А так, конечно, да, один-один-один, и все в камень ушло. Бербер, элементаль, скорпион. Ладно, больно критично мы к камню отнеслись. Так, 4, 9, каяр. Концентрация прыжок-дальность 4, плюс 1 к ударам по героям. При перемещении существа противника с клетки позади скорпиона или на нее может объявить особый удар по сухожилиям на 1, 2, 3 по этому существу. Слушай, а у него нет своего прыжка. Это каяр без прыжка. Ну, пушка, мне кажется, ее стрельнет. Пушка же стрельнет ей. Пушка, наверное, стрельнет ей. Вот это вопрос. Прыжок как бы есть, не свой, но есть. Интересный вопрос. Может ли пушка стрельнуть скорпионом? Надо уточнить. Вроде не было. Был. Не было. А, не был. Начинает с одной дополнительной жизнью, если вы ходите вторым, вампиризм у него, максимум 10 жизней. Допки снимать допки. В начале вашего хода, вот вы можете снять одну дополнительную жизнь с вашего слова, и он получает прыжок на 4. Хейсар. Не было. Хейсар. Троечка. 7 жизней. 1, 2, 2. И когда передвигается первый раз за ход, получает плюс 1. 1, то есть 2, 3, 3. Это уже интересно, троечка 2, 3, 3. У нас на второй раз не поворотность. А когда передвигается второй раз, получает не поворотность. Это уже не очень весело. Разок надо ходить тогда, разок. По чуть-чуть. Воздух. Воздух. Лепрекон. Вайл. И ленгири. Укротитель тьмы. Танаби. Горук. О, горук. Мне нравится, хорошая карта. Четверка. 8 жизней. 1, 2, 2. Удар. Концентрация получить плюс 1 к пророку. Пророчество, а у него задействие, пророчество. За каждую показанную карту вы можете переместить существо стоимости X на соседнюю с ним клетку. Или ранить его на 2, где X стоимость показанной карты. То есть он за 4 ранить на 2. А сиськой концентрацией, то на 4. Очень мне нравится. И выбор, да. Если бы концентрация сработает, будет выбор, кого ранить. Да. А вот прикинь. То он, по сути, только будет стоять в 3-м ряду. Да. Ты можешь пророчить. Киделя. Он уберет горукой, потом ее, собственно, в концентрация сработает, он пророчит на 3. Димашку беру. Ну, я понял, кидель или горук. Так. Примеется. Огонь. Тупорой. Тупорой. Мастер. Мастер. Скорпион. Скорпион. Меденица. Мираж. Слушай, так много кормят. Где эти... Смотрящий. Еще один керпи у нас уже армия. Три керпи. Бустер полностью раскидали, да? Где... Кто? Диргигант. Где какой-нибудь Огур-турак. Где... Скелет. Орг. Турак. Он редкий. Я понимаю, но... Серафим. Серафим. Летающий ангел. Ну, в смысле, летающий существо. Ангел. При простом ударе ваше существо получает благословение. И когда противник получает рано от атаки карты противника, другое ваше существо получает одну дополнительную жизнь. Да, мне тоже очень нравится. Еще не сказано, сколько расход. То есть, если в ней будет взялся слил на день, много... Мне Серафим нравится. Я бы тоже его брал на драфте. Это он или она? Я не понимаю. Ну, она, раз нарисована она. Но Серафим имя он. Не первым пиком, может быть. Безумрудный стрелок, лорд войны, стантал. Вот войр ночи. Войр. Войн ночи, каяр, 10 жизней, 1 ход, 2, 3, 4. Это прыжок. Да, прыжок 4, да. При простом ударе по существу, стоящей рядом, существу с постройкой. Что такое постройка? Вопрос. Это где взять? А у нас просто не было артефактов. У нас были только боевые... Ну, я имею в виду постройки. А, вот постройка. Вот. Можешь на наковальне его столкнуть. Да. Или на наковальне на него столкнуть, я не знаю. Столкнуть и сранить на 2. Ну, да, головой на наковальне ударил. И за действие получить направленный удар. Ну, так. Наводчик эльфов. Просто наводчик эльф. А, интересная карта. При простом ударе, атакованной до конца хода, получает на 1 рану больше слабых выстрелов. По сути, вы превращаете всех своих стрелков в 2-2-2-2. А, 2-2-2, но пробить надо. Ну, ты можешь, например, ходить с тратом в третьем ряду. Опа, вылез с направкой. Две ходки прошел и ударил. Не, я понимаю. Закрытую какую-нибудь долбанул. И... Да. Крыса. Стрелками добил. Туман. И многолики. Многолики карта тоже интересная. Я им попробовал поиграть. Вот, например, взял, убил им зонрак. Опа, у тебя свой зонрак. Когда он уничтожает существо противника, он теряет неповоротливость, изгоняет эту карту. И в начале хода противника... Теряет направку, а не неповоротливость. А, да, направку. В начале хода противника вы можете получить особенности одного из изгнанных существ. То есть он как бы меняет маски. Он вот это все теряет? Нет, нет. Это остается все? Нет, он теряет направленным ударом. Но это остается, если от другого возникает? Да, да, да. Он получает, но не меняет. И класс, класс появится. Он, видишь, каяр специально, сам уже по себе каяр для зонрака. Вот. И он такой... Класс не остается? Какой? Класс? Нет, класс это не... Где же написано? Получает особенности одного из изгнанных существ. Ну, я думаю, класс тоже особенность. Карта в том плане, что она представляет некую угрозу своим направленным ударом и опытом, как минимум в начале. Но, например, когда я им играл, у него вообще нет защит. Когда я его закрыл, он больше не открылся. Вот нет, ну ты представляешь, вот взял им, убил туман, и теперь у тебя все атаки сводятся к одному. Да, 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 убил, если туман, изгнал его и... Жалко ход к одному. Не получится на всех наскупать. Так же весело. А, ну ходить он уже не будет. Ну, хотя бы минус получил. Имп. Цепной пес. Зверолов. Зверолов. О, не было тролль. Смышленый. Не было, не было, не было. 4, 9, 2, 3, 2, 3. Особый удар странной палкой на 2, при этом может раниться на 2, получить плюс 1 к регенерации. То есть, может быть... Реген 3. Реген 3, да, прокачать реген до 3. При гибели разряд на x, dx, величина его регена. На 3, максимум. На 3. Жоглер был. Так, а раниться сам на 2, да, получил? Да. Кремор был. 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 Да, практически все это было у нас. Роцарь был. Спитающий скат не было. Скат не было. При простом ударе воздействия прилив, особенности на глубине и на поверхности, выбранной вашей карты в следующий ход противника, работают на любой клетке. Ну, имеется в виду... Ну, это полезно для кое-кого. Да, вот, например, его выбрал при простом ударе, и у него в любом случае будет работать и при... В любом случае откроется, получается. Поверхность. В любом случае откроется, да. У меня поклониться не было. Не было. Мне понравилась эта карта. Ну, имеется в виду, понравился ее потенциал, но в деле я ее не видел. Сам тоже не применял. В общем, в начале хода противника воздействия аура пламени ваше существо получает, когда карта противника наносит этому существу ран, и ранить ее на 1. То есть, если, допустим, ты выберешь ее саму, ее начнут выстрелами убивать, то она в ответку наранит очень много. Там один сделал выстрел на 1, на 1 получил ранение. Кто-то сделал выстрел на 2, получил ранение. Разряд с дальнейшей теперь на 1, 2, 2. А в целом, если выбрать ей способностью какого-нибудь мощного существа, ну, его же бьют обычно большим колесовым ударом, ну, нет. Потенциал у нее хороший, потому что она и разрядник, и ранит в ответ. Что-то лесу не нравится. Сердце леса и дитя округа и дух бестелесный при движении на клетку, занятую вашим существом, оно получает дополнительную жизнь, а при гибели вашего лесного существа сердце леса может получить х дополнительных жизней, где х число дополнительных жизней погибших. Он получил себе друга, а потом его убили, а он такой добки себе все забрал. И два раза забыл. И бессмертный почти. Тогда надо много нарастить. Ну, надо очень много нарастить. Ты ходи и наращивай сам по себе уже. Так, его бестелесность, это, собственно, он раздает добки. Вот и пушечка. Вот она, пушка. Я думал, так и не будет, пушки. Можно, конечно, вскрыть дисплей и не получить какую-нибудь одну... Карту. Частую карту. Нет, пушку, я думал, орки открылись. Нет, орков так и не найдем. Каких? Которые двигают машины боевые. Нашли уже. Мастер Асад. А, не что, мы первые были. А я держу его, да. То есть вот хорошая комбинация, еще лучше комбинация. И ложь хорошая комбинация. То есть он закрылся, чтобы переместить ее, получил фишку и на 2-3-3 выстрел. Тройка с выстрелом 2-3-3 уже хорошо. Что у нас здесь? Закрыть стоящие рядом ваше существо, переместить орчью пушку на соседнюю клетку. При нападении выстрел может переместиться на клетку назад, при этом получить плюс один к выстрелу. В принципе, пушка, если ее поставить в первом ряду, и без каких-то дополнительных существ, может выстрелить 2-3-3, переместиться, 2-3-3 переместиться. Ну, а потом ее надо толкать вперед, или она будет 1-2-2 стрелять. Вот это не было. Была. Демон был. Матрос. Страж. Мастер. Скорпион. Да, все это было. Кавалерия. Кавалерия. Говоря, что с птицами. Нериида. Вот ее не было. Нериида. Речная дева за троечку, но только золотых. Когда одно и то же существо противника перемещается второй или более раз за ход, раните его на один. Вот ее можно закрыть внезапным действием жреца. Ты спрашиваешь, у кого закрывать? Заклинание заплутать. Наземное существо противника получает плюс один к движению и не может действовать, пока не потратит все очки движения. А у меня тут вопрос. Вопрос вот начинал. Нет, пока такой вот. Вот смотри. Вот мне вот на нее как раз, на вот эту карту ее назначали. Нет, вот на эту. И по сути я не могу им выступать защитником, потому что очки действий не потрачены. Была карта, которая, типа, у нее ход-ка 2, и за второе она получит неповоротливость. То есть если я взять 3, то не в поле могут не поворотить, то с ней она ничего не сделает. Это такая каба. А у второго у меня нет вопроса. Да, 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 да. У меня в плавишной сети карта, которая драконий-садник взлетает. Ну. Она же типа как-то все еще во время моего хода она сидит же. Я такой, выдала ему эту особенность, а он выбирает взлететь. Нет, там же надо читать правила. Там, скорее всего, написано потерять движение и получить полет. То есть там 0 будет. Ну, вору. Гном-варвар. Бешенство 1, но у него в строю плюс х бешенство, где х число существ в строю с гномом-варваром. В принципе, можно это бешенство прокачать и до 4. А само бешенство ранить на 2 карту противника, стоящую рядом с атакованным. Вот у меня вот этот вот гном-варвар. Даже до 5. У меня, например, от наковальни получал метание на 3. И в целом, если помнишь, во втором сете Хазга за 7 золотых, то это получается за 6 золотых с метанием на 3. Единственное, что с дальностью. С дальностью 3. Это самое плохое, что есть в наковальне – это дальность 3. Вольный художник. Вот видишь, сколько у нас местности уже. Ну, художник нарисовал местность. 4, 8, 1 удар, одно движение. И еще файловую нарисовал местность. Ну, файловую рисует файловую местность. Метание мольберта на 1, дальность 3. Воздействие пейзаж вызвать местность. Даже если у вас в отряде есть местность, а местности 2 не может быть. Поэтому художник позволяет вызвать и вторую, и третью получает. Но когда он покидает поле боя, вы уничтожаете все свои местности. Здесь прикол в том, что если у тебя была местность, и был художник, и умер художник. И местность, которая настоящая, тоже умрет. Как бы все местности нарисованы и настоящие. Как же надо хотеть вызвать себе дополнительную местность? Ну, смотря какую местность. Пока здесь я не вижу в сете, какую бы я хотел вызвать. Дополнительную. Не пока не в сете, а пока у нас, я имею в виду, у нас не попалось. Я бы хотела пустыню, а она уникальная. Нельзя уникальных вызывать. Я бы три пустыни нарисовала себе. Не может быть ни в коем случае более одной уникальной карты. Или она не уникальная, я не помню. Рывок. И все. И внезапная особенность. Изгнать карту с вашего кладбища, получить плюс 2 к своему выбранному образку. Кубика. Чего? Изгонять карту. Могу больше? Одним разом. Можешь. И там нет ограничений. Можешь сколько раз делать. Для фабора. Подожди минуточку. Я за... За пустыню полез. Пустыня не уникальная. Могу три пустыни нарисовать. Три пустыни. У меня будет 9 клиентов уже. За каждую пустыню. Да. Рисуй пустыню. Серый клинок. Серый клинок. Но ты так степных и тюных камп. И еще болото не любят их. Они такие. А они степных и тюных. А темные и степные по-моему друг другу. Страж. Веденицы. Вот. Вот. Дергигант попался. А вот. Я сейчас найду густыню. Давай. Направлен удар по существам с четным корресом жизни. И когда другое ваше существо нападает простым ударом. Если оно уже нападало простым ударом. Вот отход. Открыться. Вот. Вот они между собой могут хорошо комбинироваться. Лорд войны два раза напал. Дир открылся. 14 жизней. 3-4-5 удар. За 7. Хорошо. Хорошо. В принципе. Повлетел псов. Повлетел псов. Зазнаваси. Бабочка. И Никзар. Вот это очень крутая карта. Никзар. 4-8-1-1-2. Концентрация. Получить фишку. Ваш элементарий имеет защиту от заклинаний. И внезапное действие. Заклинание заморозки. Закрыть существо стоимостью 3 плюс. Икс или менее. Который не передвигался в этот ход. Икс число фишек. А, да. А фишки на копии постоянно. Слушай, фишки бесконечно тратят. Копят. Здесь нет ограничений. Да. И не тратят их. Да, все. То есть ты одну на какую фишку уже, например, спратил ее в третьем ряду, где-то второй. И уже существо за четыре может закрыть. И она закрывалась существо за четыре. А за четыре закрыть существо за четыре. Это мощно. Я не спорю. Шикарная карта. Орк маг. Орк маг. Бешенство 3. Ваш орк получает фишку. Разряд на 1, 2, 2. Дальность 5. За две фишки разряд на 3, 4, 4. Или обычная карта за 1, 2, 2. А разряд орк бешенства же работает на разряд? Да, да. За четыре серебра 1, 2, 2. Это стандартный дальник, да, скажем так. За золото. Ну, у нас есть некий шанс раз в три хода на 3, 4, 4 бить. Атаковать точнее. Кот. Еще один кот. Этот был. Не будем говорить его имя. Ульф Сарк. Да, ты опять ошибусь. Урайон. Так. Стурмир. У ленингов имена просто сложные. Ульф Сарк, Стурмир. А чтобы враги когда-то льти выговорить. И дискронголисты. 5, 11, 2, 2, 3. Концентрация получить фишку. И при простом ударе может снять фишку с вашей горной карты. При этом разряд на 2, дальность 3. Кстати, вот тут я уже вижу. Вот это уже получается неплохая комбинация. А вот это видишь как тебе? Будь то... Вот это тоже. Она получает бесконечное, а она снимает бесконечное. Вот. Вот, будь то... Он может ей выдать фишку. Он может ей выдать фишку. Он может ему выдать фишку. Неважно, кому он выдаст фишку. Он уже будет на... Как бы с большим шансом, с опытом в разряде, да, делать разряд. Опыт в разряде. Да, опыт в разряде. Вот. Ну, а этот может разряд на 2 делать, дальность 3. А кому-нибудь лучше? Мне кажется, он тоже этот. Да. Это мозаичная карта. Еще одна мозаичная карта. А с какой мы нашли мозаичную? Всех. Вот он последний. Нет, у нас-то мозаичная одна. Вот она. Нет, ну да. А так мы всех нашли. А здесь кто мозаичный? А, нет. Это какой-то орк. Орк. Какой-то орк. Я сейчас не вспомню. Так, на глубине плюс 2 к дальности выстрела. На поверхности плюс 1 к выстрелу. Выстрел на 1, 2, 2. Нет, там какой-то орк. Я сейчас не вспомню какой. Жрец. 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 Мой любимый. Крысы. Скаж. Скаж. Тоже интересная карта. Это прыжок дальность 2. С опытом в атаке 1. Орк чемпион. Орк чемпион. Мне понравилось, потому что я чаще прыгал взад, бил соперник и оставался открытым. Айлен. Как прямопишем и защитами. Айлен. 5 золотых. Защита в стрельбе. Опыт в атаке 1. 11 жизни. 2-3-4 урон. Прыжок дальность 4. И вот пушки тоже можно забить. Здесь, кстати, если вы обратили внимание, да, то есть не только Каяры прыгают, но и прыжок появился у Лисов. Вот как минимум 2 карты прыгающие. И еще, по-моему, там есть. И степень. При прыжке, если справа и слева стоят наземные карты противника, может поменять их местами. Алла Детева выстрелит в это время, да, и безответный удар по картам с дальней атакой. Прыгнул в тыл и бух-бух-бух. Это все, да? Это все. Так, ну давай теперь сделаем некую, подведем. Что у нас должно быть? 14 редких. Итог. Сейчас я вытащу. Файловую. Вот. Файловую отдельно, да. Из ультра редких у нас, получается, достался гранатовый дракон, которого мы оценили как просто карта с хорошими статами. Ужас из Хара, которую мы оценили как дорогая карта. Элеон нам понравился. И Зунрак нужно смотреть. Возможно, он... Он, кстати, вот видите, статы даже лучше, чем у дракона. Но дракон зато летающий. Файловый Зунрак, ну, у него есть потенциал, его надо пробовать. Из файловых 6 штучек должно быть. Давай. Что он там? Вот. Ну вот они, давай. И 6. Это лист Зара, Вольный Художник, Земля Титанов, Айлен, Горук и подводный чертог. Этот файловый, мозаичный просто лежит в дисплее. Почему их 13? И, значит, одну карту куда-то я засунул туда. Сейчас найдем. Редкие карты уж не буду все перечислять. Вот тут я оставил наковальню, но не вытащил. Есть гном, у которого простой удар. 3-2-1. Он как гном-отступник. Вот он хорошо комбится с наковальней, но не попался. И Юнгу я оставил хорошо комбится с ковбой. Орк Тургум. Да, но он тоже нам не попался, но он у нас редкая карта. Вот. Что ж, в целом мы, конечно, за один дисплей-то всех карт не можем рассмотреть, да, и оценить. Ты ищешь редкую карту потерянную. Ну, ладно, что-то найдем. Вроде не было такого, что... Вот она. Вот я его туда положил. Эрмандо спрятал. Да, вот. На этом, давайте на этой ноте прощаться. Мы обязательно с четвертым светом свидимся. И на видео сыграем, выйдет какая-то одна партия. Обязательно еще что-нибудь выйдет по правилам. И обязательно увидимся. А у чего у нас больше всего получилось? Тьмы? Да нет, одинаково, кстати. Нет, болот. Болот. Нет, вот. Нитрал. Нитрал. Что ж, давайте прощаться. Надеемся, что данное видео было интересным, а самое главное полезным. Если это так, мы очень... Очень рады. До свидания. Всем спасибо за просмотр. Играйте в игры. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok